Стекло уникальный материал, он инертен и устойчив к влиянию других веществ и перерабатывается поэтому большое количество раз, при этом не теряя качество сырья. Еще в советское время отправят на переработку так называемые чебурашки, бутылки из-под лимонада или же молочные бутылки из-под молока было традицией. Сейчас же сдавать стеклотару стали реже, хотя если задуматься, разлагается она в природных условиях более тысячи лет. Стекло перерабатывается при температуре 1500 градусов Цельсия, что требует больших затрат энергии из-за высоких температур, необходимых для его плавления. Это же и приводит к выбросам парниковых газов, поэтому снижение веса бутылки решит проблему с экологией. Например, вес вот этой бутылки снизили на 30 граммов, если раньше вес составлял 265 граммов, то сейчас 235. Вот даже можно проверить, взвесив ее на весах. Такое решение позволяет сократить объем выбросов углекислого газа на 10%, а это значительно экономит потребление стекла и электроэнергии, при этом сохранен тот же объем. Это та самая легкая бутылка. После того, как ее выдули, она идет по конвейеру вниз, а затем на ней расклеивают этикетки и происходит розлив. Новая бутылка позволит увеличить производство продукции, при этом такая инновация решит проблему с сырьем. Если мы весом бутылку такую же 265 грамм производили 3700, то теперь будем 235 грамм бутылку производить 4225 бутылок. То есть для нас одно из основных, это действительно достаточно хорошая экономика в доставке бутылки. То есть мы большее количество бутылок перевезем в одной машине. И увеличение скоростей производства бутылки стекольной. Год ожидается очень тяжелый. Мы сейчас находимся в процессе динамичных изменений. Мы только-только адаптировались к тому, что было в прошлом году, когда были очень большие траты и на стекло, и на алюминий, и на логистику. Проблемы, которые были с упаковкой. Если ситуация в этом году будет более стабильной, и мы справимся с теми, по крайней мере, вызовами, которые в этом году есть, потому что у нас маркировка пришла, которая нам надо будет адаптироваться, это тоже затраты в этом году. Мы сделаем все для того, чтобы сохранить положительную динамику. Бутылки уже прошли тестирование на стеклобой. Их можно увидеть на полках в магазинах.